Здесь и повсюду. Так можно охарактеризовать выставку известного столичного скульптора Алексея Благовестного, который скоро откроется в Тверской областной картинной галереи. Что представляют собой работы мастера и насколько они вписываются в интерьер императорского дворца, расскажет Роман Быков. Алексей Благовестнов вместе с супругой Натальей лично развешивает свои работы, тщательно определяя, где и что должно находиться. Его скульптуру и фотографии отличают гармоничное сочетание интеллектуальной насыщенности и эмоциональности пластики. Драматизм объемов и контрасты света тени, которые способен воспринять даже неподготовленный зритель, в том числе и Тверской. Тем более, что Верхневолжье не чужой регион для щиты Благовестновых. Одна фотография на этой выставке – это фотография мамы Наташи Владимировны Толстой, «Последний луч». И вот там я понял, насколько глубоко и серьезно и прекрасно Тверское солнце, Тверская вода, озеро и Селигер, и насколько здесь вообще витает дух Бога. Среди представленных на выставке Благовестнов созвездия Ориона работ есть и несколько премьер. Например, созданная в 2003 году в соавторстве с учителем Александром Рукавишниковым бронзовая скульптура Левии Матвей, до сих пор нигде не выставлявшаяся. Наша выставка разделена на несколько этапов. В ней есть возрожденческий, есть древнерусский, есть светский и есть, так сказать, вот этот парковый, который соединяет все, монументальный, масштабный. Поэтому выставка распределена на разных пространствах. И в ней представлены, соответственно, разные тематики, разные работы. То есть скульптуры и фотографии, хотя и рассеяны по пространству всего архитектурного ансамбля дворца, включая парк и оранжерею, но все же образуют единую пространственную композицию. Посетители все это смогут оценить, начиная с 31 июля. Именно в последний день нынешнего месяца выставка откроется официально. Продолжение следует...